Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамду лиллахи раббил ааламин, вассалату вассаламу аля саидина мухаммад, аля алихим вассахбихим вассалям. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кто такой мукаллаф? Мукаллаф — это тот человек, который будет нести ответственность в судный день за свои слова, убеждения и поступки. И чтобы человека мы назвали мукаллафом, он должен отвечать трём принципам, трём качествам. Первое — это одно из них, это до человека должен дойти призыв к исламу. Если до него не дошёл призыв к исламу, никогда, допустим, он родился в лесу где-то от людей далеко, и вырос там, умер там, то он ответственности нести не будет. Это согласно мнению большинства учёных, и они взяли доказательства, аят из Корана, где сказано, что Аллах не наказывает людей, пока не пошлёт посланника. И если до человека никогда не дошёл ислам, и никто ему не говорил об этом, получается, до этого человека он про ислам не слышал, и он нести ответственности не будет. А если, допустим, он слышал, допустим, в России, какому-то человеку, если задать вопрос, знаешь, что такие мусульмане, он скажет, да, мусульмане — те люди, которые поклоняются единому Богу, и что у них пророк Мухаммад, что у них книга Кур'ан, допустим, это означает, что до него дошёл призыв к исламу. Это достаточно. Не обязательно, чтобы он слышал «Ля Иляхе Илля Аллах» Мухаммад Расулуллах. Или, допустим, тот, до кого не дошёл призыв, даже если он слышал, скажем, человек, который проходит, какой-то англичанин пришёл в исламскую страну, и в мечети слышит азан. И в азане говорится «Ашхаду Алля Иляхе Илля Аллаху, а Анна Мухаммад Расулуллах» Он слышит это, но думает, что это какие-то песни там поют, ничего с этого не понял. И прошёл дальше, и это означает, что до него ислам не дошёл. А если, в принципе, ну, в общем, как правило, если человек знает, что такие мусульмане, знает, что у них пророк Мухаммад, что они поклоняются единому Богу, Аллаху, это достаточно, это значит, что до него дошёл призыв к исламу. Второе условие Мухаммад – он должен быть умственно здоровым, то есть не должен быть сумасшедшим. Если человек родился сумасшедшим, на протяжении жизни оставался сумасшедшим и умер в таком положении, он нести ответственности не будет. А если человек родился сумасшедшим, потом, когда он стал совершеннолетним, в 20-30 лет, к нему вернулся разум, он где-то год, скажем, полтора, или даже меньше, месяц-два, он был умственно здоровый, а потом опять стал сумасшедшим до конца своих дней, то он будет отвечать за тот период времени, когда он был в здравом уме. Если он был верующим, то хорошо, если неверующим, то это плохо. И это исходя из хадиса пророка Мухаммада, в котором он сказал, означающее, что не несут ответственности трое, спящий, пока не проснётся, ребёнок, пока не станет совершеннолетним, и сумасшедший, пока к нему не вернётся разум. И третье качество мукалляфа, он должен быть совершеннолетним. И совершеннолетие по исламу, не 18 лет, как принято у людей, а именно по исламу. У мальчиков совершеннолетие выявляется из двух один признак, а у девушек же из трёх один признак. У мальчиков это выход мании, это семенной жидкости, выход спермы, если не было выхода спермы, то 15 лет. А если же, у девушек же из трёх один случай, это хайт, менструация, минимальный срок, когда она может начаться, это в 9 лет. Если не было менструации, то выход мании, аналогичная жидкость спермы, если этого тоже не было, то тоже 15 лет. После 15 лет, был выход мании, не было, была менструация, не было менструации, берётся то, что он уже совершеннолетний, уже будут записывать ему грехи, если он будет совершать грехи. Поэтому после этого он уже должен знать, до этого его должны были обучить необходимым знаниям по исламу, и он должен соблюдать то, что Аллах возложил на него из обязанностей, и избегать грехов. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.